Привет, друзья! Вы когда-нибудь задумывались, какой путь и почему мы выбираем для достижения успеха? Не важно какого, не важно в какой сфере. Почему большинство людей живут серой массой и не придирайтесь к словам, я сейчас не хочу никого оскорблять, потому что вообще, если брать в целом, в общем, то все мы являемся серой массой, единицей людей в мире, которые были не таковыми. Никогда не задумывались, на каком пути нам легче добиться успеха. Условно говоря, коротким, прямым путем идти, как говорят математики, да, самый быстрый путь от точки А до точки Б это прямой. Но как показала физика, это не так. К чему это все я говорю? А к тому, что я не раз об этом задумывался, и истории успеха действительно, реально успешных людей, людей мега успешных, показывают, что они всегда выбирали путь не самый прямой, не самый легкий и добивались успеха. Неважно, через какое время. Знали ли вы, что тот же Леонардо да Винчи рисовал свою картину Мона Лиза 16 лет? 16 лет он рисовал этот шедевр. Знали ли вы, что Дисней, когда родил в своей голове идею, грандиозную идею о создании парков, развлечений, он не имел денег на все это, естественно. И, как вы думаете, сколько раз человек обращался в банки к инвесторам? Зафиксировано больше 1100 случаев. Вы можете себе представить, человек 1100 раз обращался к людям и, как вы понимаете, по нескольку раз он обращался к одним и тем же инвесторам? со своей идеей не сдавался и на какой-то раз ему выделили денег. Сколько из нас вообще хоть раз обращались к инвесторам или вообще просто обращались к своим мыслям для того, чтобы вообще просто только задуматься, изменить свою жизнь? А кто пытался один-два раза, на третий раз, три раза максимум, все, записывали себя в неудачники? Большинство из нас, друзья, большинство из нас даже не попробуют. Знаете, есть такой анекдот еще с детства, я уверен, большинство из вас его знает, когда евреи, ну, не стоит обижаться тоже, друзья, на национальности, вы знаете, я вне религии, вне национальности, вне государства, пришел в синагогу, там, в церковь, куда ходят они, неважно, и молился о том, чтобы ему дали денег, естественно, Бог, чтобы ему послал денег. И происходило это на протяжении больше, чем 20 лет. Он настолько вообще уже достал и всех прихожан этой синагоги, и ангелов, что ангелы уже просто не выдержали, сами пошли к создателю и говорят, создатель, слушай, ну, просто это уже невозможно. Этот человек вынес мозг всем. Он просит, чтобы ты ему дал денег. Он просит как-то, ну, дай ему денег, потому что все его родственники, там, выигрывают лотерею, там, ну, все имеют деньги вокруг него, неважно, какую сумму, а он вообще ни разу ничего не имеет. Дай ему. И создатель говорит, друзья мои, да я сам рад это сделать, но пусть этот человек хотя бы один раз в своей жизни купит хотя бы один лотерейный билет. Это было раньше очень смешно, и сейчас это тоже очень смешно. И это определяет большинство из нас. На самом деле мы все почему-то думаем, что мы такие супериндивидуальные. Но нет у нас, в нас, индивидуальности. Мы с рамого рождения зазомбированы. Зазомбированы той системой, в которой живем. И поэтому мы просто боимся сделать шаг в сторону. И система так устроена. Почему я против любого государства? Потому что она настраивает, ей не нужны индивидуумы. Системе нужен винтик, который, грубо говоря, родится, поработает и, желательно, не доживая до пенсии, помрет. И при этом, чтобы он был идеальным потребителем. Лучше всего легальные наркотики. Алкоголь, табак. То, что реально вредно, то, что реально деградирует, то, что реально убивает, влияет на ДНК. И в Америке, и в России ежегодно от алкоголя умирает 700 тысяч, по 700 тысяч человек. Можете посмотреть. Эта статистика в свободном доступе есть. Но запрещают другие лекарственные препараты. А вы должны понимать, что алкоголь никогда, никогда не был лекарственным препаратом. И алкоголь в любом количестве, попадая вам в организм, действует на него негативно. В любом. Все плюсы алкоголя, которые перечисляют сторонники алкоголя, нивелируются его отрицательными сторонами воздействия на организм. Это факт. И только глупые люди могут его отрицать. Но мы понимаем с вами, что система так нас воспитывает. Мы думаем, что есть мораль, что есть какие-то нормы. Нет, друзья. Это все навязано системой. И присутствует в нашей жизни только потому, что эта система нам ее навязывает. Вы можете соглашаться, не соглашаться, но если бы вы просто, представьте, родились и жили в деревне людоедов, то, поверьте, нормы у вас были бы совершенно другие. И вы собирали бы не крышечки там от пепси-колы, не наклеечки из Ашана, А собирали бы головы тех, кого вы, кем вы поужинали или пообедали. И это было бы нормально, и вы бы хвастались этим. И хвастались перед этим своим, своим детьми. Детям. Так что грамотный человек понимает это. но понимая это, мы все равно не можем выскочить вот с системы. Кто мне объяснит, я сейчас не обращаюсь к патриотам-идиотам, потому что этим людям вообще бесполезно что-то объяснять. Они дальше в своей деревне не видят, не выезжали, и у них соответствующий уровень интеллекта. Но кто мне объяснит здравомыслящий человек, почему я или любой из вас родившийся на этой прекрасной планете должен быть привязан территориально к любому участку земли. Почему мне навязывают все это с самого моего рождения? Я не хочу принадлежать ни одной из наций. я не хочу принадлежать ни одной из рас. Я хочу жить свободно перемещаться по этой земле, на которой я родился, которую я люблю. Возможно, возможно, раньше, на начальном этапе развития человечества, был нужен патриотизм, принадлежность к своей группе людей для того, чтобы выживать. Поймите, сейчас нам выживать не нужно. Система так устроена лучше матрицы. Мы живем только для того, чтобы поддерживать эту систему. Все. Основная масса из нас с вами живет и трудится только ради того, чтобы жила и существовала система, во главе которой стоит меньшинство и которое поверьте мне любые правители, любые государства, даже если где-то когда-то между собой конфликтуют, они все равно друг к другу относятся совершенно иначе, чем к своему народу, вообще в принципе чем к людям Земли. И сейчас на планете на самом деле единственные враги человечества это наши с вами правители. Никогда не задумывались вот такая интересная фраза прозвучала в одном комедийном шоу ни в коем случае не думайте, что я там поддерживаю террористов или что, но террористические группировки всегда берут на себя ответственность за то, что они делают. Много ли вы знаете государственных деятелей, депутатов, президентов, которые хоть раз брали на себя ответственность за то, что они делали или говорили. Хоть одного назовите мне. Вот такие бывают интересные приколы. Государство так выстраивает жизнь человека, чтобы он получал минимальную зарплату, имел максимально возможные ставки по ипотеке и это по всему миру. Где-то хуже, где-то лучше. Вот вам отличный пример. Многие думают, что я постоянно хаю Россию. Друзья, нет, просто я люблю и болею больше за Россию, чем за другие страны, и у меня куча друзей, родственников живет в России, естественно, они мне пишут, сообщают, все как есть. Но вот вам пример из Америки, который действительно и меня самого шокировал, и вы поймете, насколько мировые корпорации, фармакологические корпорации и вообще в принципе пищевые, у которых максимально возможное количество денег, которых мы даже представить себе не можем, управляют государствами. А мы думаем, что президенты управляют, наивные люди. одна из моих учениц уже довольно давно живет в Америке, у нее случилась паническая атака, которая была у нее практически два месяца. Я раньше тоже не знал, я думал, что паническая атака, если ты чего-то испугался и все процессы вот эти, которые происходят из-за этого. Нет, оказывается, можно накопить определенное количество стресса физического, психологического и у тебя будет паническая атака. Вот у нее случилась такая ерунда. Сама она из Калининграда, мама у нее общается с медиками, серьезными медиками. Ну и здесь, естественно, она обратилась к врачам и доктор, женщина прописала, не молодая ей, прописала антидепрессанты. Вы знаете, в Америке любят здесь прописывать антидепрессанты. Но прикол не в этом. Почитав состав и, естественно, побочные эффекты, обратившись к маме за помощью, мамины врачи посоветовали из Европы купить другой препарат, который не вызывает привыкания. Но, правильнее сказать, зависимости. Обратите на это внимание. Так вот, друзья, посмотрите. она взяла, составила рецепт и пришла к своему доктору в Америке. Доктор сказал, да, этот препарат действительно ничем не хуже, аналог, его можно принимать, но я не смогу его вам выписать, потому что его нет в Америке. И, естественно, моя клиентка спрашивает, а почему нет? У него меньше побочных эффектов, у него нет зависимости, нет привыкания. На что доктор говорит? Это самое интересное. В Америке не пройдет регистрацию ни один препарат, который не вызывает привыкания. Понимаете? Сама система так настроена, и как вы думаете, кто это, это же не медики принимают решения? На законодательном уровне принимаются решения совершенно в других учреждениях. Итак, друзья, по всему миру нас сажают на иглу постоянного, постоянного потребления. И когда это вызывает привыкание, зависимость, это только приветствуется. Вот почему так мало бизнесменов. Вот почему все мы больше работаем на государство, на каких-то людей, на кого-то, но только не на себя. Хотя все мы понимаем, что работая на кого-то, на дядю, на государство, не заработать больших денег. Но нет, мы лучше будем получать вот эту минимальную копеечку и, как считает большинство, жить спокойно, иметь виды на пенсию, жить спокойно на пенсии. Но мы не думаем, что лучше, пока ты молод, создать какую-то свою империю, бизнес, что потом это тебя в пенсионном возрасте поддерживало, что ты даже не думал о пенсии. Не задумываемся, но чаще всего просто боимся. И система это приветствует. Мы с вами уже разобрались и поняли почему. Так вот, вначале я сказал, какой путь проще и легче. А проще, друзья, вам в бизнесе, стать успешным в спорте. Почему, вы спросите? Да потому, что на этом пути тернистом конкуренции практически нет. Поверьте, когда я приехал в Штаты без практически копейки, когда меня подставили и кинули в Россию вообще на все, что я имел, на бизнес, на машины, на федерацию мою, естественно, многие бы просто застрелились, повесились. И когда я стал здесь искать инвестора для того, чтобы открыть зал, то, что я умею, то, что я лучше всего знаю в этой жизни, чем я всю жизнь в принципе только и занимаюсь, надо мной втихаря все смеялись, даже жена не верила, что мы найдем. Но, друзья, я нашел двух инвесторов и открыл два лучших зала не только в Штатах, но и в Америке. Известные, вы видите, спортсмены, когда приезжают к нам в город, они идут не в Голджин, они идут ко мне в зал. О чем я хочу вам говорить, друзья, никогда не бойтесь, особенно пока вы молоды, штурмуйте вершины, идите вот этим тернистым путем, который приведет вас к успеху, потому что людей на нем, конкурентов, будут единицы, в то время, как даже чтобы добиться успехов где-то в средней массе людей, в офисе, на какой-то другой работе, это будет гораздо сложнее. Почему? Да потому что там все, там все, друзья, как стадо, не зря есть в психологии такое понятие, как закон 5%, стадный закон или закон 5%. И если вы думаете, что кто-то, где-то, что-то, вы имеете право на это думать. Я никого не принуждаю. Я просто высказываю свои мысли, свои точки зрения. Тем более, что вы меня об этом часто просите. Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Мне будет очень интересно. Особенно если это будет конструктивно, обоснованно. Всегда интересно почитать, что думают другие люди на ту тему, на которую часто размышляешь ты сам. И еще. Мне часто в комментариях под моими видеороликами пишут, а я вот с тобой хочу поспорить. Я вот с этим не согласен. Замечательно, что ты не согласен. напиши, с чем ты не согласен, что как по-твоему должно быть. Но спорить со мной не нужно. Мне не интересно ни с кем из вас спорить, друзья. Я не пишу статьи, не снимаю видеоролики, не пишу книги для того, чтобы с кем-то спорить. Я высказываю свою точку зрения, накопленный опыт, делюсь этим опытом. Ваше право взять его и применять, либо пройти мимо. Еще более глупо звучат вопросы под видео на конкретную тему, где, к примеру, я обсуждаю, что отказы вредны. И такой комментарий. А вот такой-то такой-то блогер считает, что отказы полезны. Как ты это прокомментируешь, что ты поэтому думаешь? Боже мой, да ты только что посмотрел ролик, или ты, получается, его не смотрел? Я же об этом снимал ролик. Зачем ты задаешь такой идиотский вопрос? Или вот под последним роликом, где я говорю о том, что нужно избегать мануальных терапевтов. Я же не сказал там, что он вам не поможет или вам не станет легче. Нет. Я сказал, что риск от того вреда, который он вам может принести, не стоит того, чтобы идти и получать пользу. Потому что можно реально сесть в инвалидное кресло. Это факт. Вот о чем нужно задуматься. Ни с кем спорить я не собираюсь. Хотите подискутировать? Давайте где-нибудь как-нибудь, может даже в прямом эфире подискутируем. Это будет интересно. Ну а просто спорить обычно еще и с малолетками. В основном они пишут такие комментарии. Мне просто неинтересно и скучно. Мне есть чем заняться, что почитать, что изучить. Или вот еще есть такое понятие сейчас, преподносится как очень плохое, как социопат. Кто такой социопат? И почему это так приветствуется? Опять социопат по определению это психопат, который не согласен, отрицает общепринятые нормы. Якобы это еще ведет себя агрессивно. Меня часто тоже называют социопатом. Да, может быть, но я не веду себя агрессивно по отношению к другим людям. А отрицать общепринятые нормы, по-моему, это нормально. Или еще это определение социопата медицинское, да? А общепринятое определение социопата это как человек, который грубо говоря в каждой ситуации ведет себя по-разному, приспосабливается, где-то как-то может быть лицемерит и называют это плохим. И часто говорят будь дипломатом, веди себя как дипломат. Друзья, а кто такой дипломат? Дипломат, который всеми правдами и неправдами будет добиваться выгодных условий для своей стороны. Так где больше лицемерия, где больше вот этой вот ерунды? Мы тоже можем, если хотим, замечать вот все эти несостыковки государства требуют от нас одного, само ведет себя по-другому. Знаете, как было бы правильно? А правильным было, особенно по отношению к Российской Федерации, которую мы все так любим, это я сейчас не шучу, правильно было бы, чтобы каждый чиновник, президент, любой депутат подписывал договор, любую бумагу, как хотите, что 50 лет после того, как он вступает в должность, он, все его родственники, дети должны жить, учиться, работать в той стране законы, для которой он придумывает. Это логично и это правильно, но такого никогда не будет. Ну что, друзья, я призываю вас быть думающими людьми, выбирать не путь, который удобный, который удобен для общества. Ведь цель жизни, друзья, как таковой цели жизни не существует. Единственная цель жизни это родиться и умереть. А вот этот короткий промежуток времени вы должны и обязаны только одному человеку, это самому себе, прожить ее в удовольствии. Будьте, друзья, все счастливы и на позитиве. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем пока. Надеюсь, вам было интересно. Субтитры 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 Субтитры